Придумайте 10 гирек, каждое из которых целое число граммов, чтобы при помощи этих гирек можно было взвесить любой целый вес от 1 до 55 граммов. Даже если какую-нибудь гирьку потеряем. 10 штук. Придумайте 10 гирек. Гирьки можно класть только на одну чашку весов. Да? Да. Это как бы началось с тем числением. Повторяю, придумать 10 гирек, массы которых все целые, и которыми можно взвесить любой вес от 1 до 55 граммов. Если при этом какую-то гирь перед взвешиванием разрешено потерять. Ага. Да. То есть мы, не мы теряем, а наш враг теряет, да? То есть вы не можете выбирать, какая гирька теряется. Вы их написали правильно, проверили? Гирька может висить ничего? Бессмысленно, потому что если она висит ничего, то это то же самое, что ее нет. В системе числений 2 начали число выглядит как единицы, несколько нулей, единицы, несколько нулей, единицы, несколько нулей. Что? Когда мы теряем что-либо, можно эту единицу иметь на 2 единицы. Понятно, что не ставит нигде двойка, потому что иначе это была неправильная запись. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Отлично, это правильный ответ. 10 гирь. 10 гирь. Нет, давайте проверять. Почему, когда мы отбросим гирю какую-нибудь, все остальное может быть взвесить? Господа, вообще в математике есть такое понятие «жадный алгоритм». Это очень просто, и на самом деле он такой же, как инструкция для людей, которые работают с деньгами. Вам кажется, что в магазине такая легкая работа, а вообще-то через этого человека огромное количество денег в день. И важно не запутаться, потому что если он начнет сдавать со 100 рублей сдачу 5 тысяч, то его работа очень быстро закончится. Правда? Да. А тем не менее, сдачу приходится давать часто. Так вот, есть простая инструкция. Когда сдаешь сдачу, то сначала плачешь наиболее крупными купюрами, которые у тебя есть, потом, когда уже ими нельзя, следующими, потом следующими, потом следующими. Давайте ровно таким же способом будем относиться к нашей задаче. То есть, какое-нибудь число нам дать. У нас какой-нибудь гирьки нет. Ну, нет и нет. Я не знаю, какой-нибудь. Скажем, нет гирьки 8, да? Что мы делаем? Мы из нашего числа вычитаем наибольшее, которое в нем есть. Какое наибольшее? Нет, мы не знаем, как какую вес нам дать. Могли дать вес, как 40 граммов. Тогда никакие 50 граммов. Но какой-то наибольшее вычитаем. Потом еще наибольшее вычитаем. Потом еще наибольшее вычитаем. И давайте сначала будем считать, что гирька 8 у нас тоже есть. Тогда то, что у нас получится, называется представление числа в типоначевой системе числений. Ну, например, единица – это единица. Двойка – это двойка. Давайте посмотрим, выдерживает ли наше число в иране какой-нибудь гирьки. Вот, например, если гирьку 1 убрали, то вообще-то другая гирька 1 осталась. Все замечательно. Если гирьку 2 убрали, то остались гирьки 1 плюс 1. Согласны? Следующее число 3 – это 3. Если гирьку 3 убрали, то остались 1 плюс 2. 4 – это 3 плюс 1. Если гирьку 3 убрали, то у нас осталось что? У нас осталось 2 плюс 1. И при этом на самом деле у нас единицы 2, поэтому все хорошо. Идея понятна? Понятно. 5. Это 5. И опять, если 5 убрали, то 2 плюс 3. 6 – это 5 плюс 1. И если гирьку 5 убрали, то у нас есть 2 плюс 3. Так, давайте теперь подумаем, а что такое в общем случае запись числа через числа Фибоначчи. Чем замечательна запись числа Фибоначчи в системе очистения? Тем, что никакие два числа Фибоначчи рядом не могут встретиться. Объясняю почему. Потому что если бы у нас было 13 плюс 8, то тогда на самом деле мы до этого могли бы взять себя 21. Идея понятна? Да. Вот. Значит, никакие рядом не могут. Это еще не решение. Потому что смотрите, представьте себе, что гирьки 34 у нас нет. Тогда мы пытаемся ее заменить на что? На 13 плюс 21. А вот дальше есть проблема. Что делать? 13 мы заменяем на 5 плюс 8. 13 заменяем на 5 плюс 8, это пожалуйста. В данном случае это действительно можно. Хорошо. А если бы число было какое-нибудь другое, представьте себе. у нас было бы 34, 13, 5 и 3. Что бы мы тогда делали? 34 у нас отняли такую гирьку. Что бы мы тогда взяли? Мы вместо этого пытаемся взять 21 плюс 13. Это, конечно, классно. А как? А можно просто... А можно просто... Вместо... Ну там будет что-то сумма подряд. Смотрите. 21 это что? Это 8 плюс 13, да? Нет, 21 не нужно трогать. 21 не будем трогать. 13 это 8 плюс 5. Хорошо. 5 это 2 плюс 3. 13 зачеркиваем, пишем 8 плюс 5. Ну теперь 5. Теперь 2 плюс 3. Что? 2 плюс 3. Хорошо. Это 2 плюс 3. 3 это 2 плюс 1. 3 это 2 плюс 1. 2 это 1 плюс 1. 2 это 1 плюс 1. У нас 3 единицы. Можно просто 9 к 55 взять. Как это 9 к 55 взять? Да мы же 9 к 55. 35. 34, 13 и 5 это 1 раз 55. А вот это у нас слишком много, да? В общем, ребята, к сожалению, видно, что какого-то общего рассуждения как-то нет у нас. Но ответ действительно правильный. И один из способов состоит в том, чтобы просто пройти подряд по всем числам и посмотреть, что там...